Очередной библиотечный пост. На сей раз рассказываю вам про книгу Сэма Кина и настоятельно ее рекомендую. Называется «Дуэль нейрохирургов». Бывает так, что книги пишутся отдельно для конструкторов, для центристов или для рефлекторов, те, кто знают уже, что это за типы и строятся. Эта книга написана сразу для всех трех типов. Для рефлекторов здесь будет интересен целый художественный роман, потому что это практически приключение науки. Здесь много действующих лиц. Вы узнаете невероятные истории нейрохирургов и их жизни. Это важно для центристов. А для конструкторов здесь много фактов. Фактов о мозге, как он работает и зачем нам это. Ричард Дэвидсон – это легенда современной нейрофизиологии. Человек, который уже много-много лет исследует мозг с помощью все усовершенствующейся техники электроэнцефалографии. Он написал книгу «Эмоциональная жизнь мозга», в которой он рассказывает еще кое-что о межполушарной асимметрии. Многое мы уже знаем. В частности, Майкл Газаннига, я вам рассказывал про эту книгу, рассказал нам, как один мозг у нас думает, а другой эти мысли превращает в речь, в высказывание. То, что касается исследования Дэвидсона, который много занимается исследованием людей, находящихся в медитации, в самых разных состояниях сознания, ему удалось показать, что наши полушария, ко всему прочему, обладают спецификой эмоциональной. И выяснилось, что наше правое полушарие, то, которое отвечает за факты, оно у нас более депрессивное, а то, которое отвечает за речь левое, оно более позитивное. Манфетт Шпицер. Книга называется «Антимозг» в русском переводе. На самом деле, название этой книги – «Digital Dimension» или «Цифровое слабоумие». Шпицер – это немецкий психиатр, который решился первым и очень ярко и общественно значимо заявить о риске цифровой зависимости и о том, как наши дети, пребывая постоянно в цифровой среде, начинают страдать слабоумием. Это книга 2012 года, и какие-то исследования, может быть, устарели, но то, как Шпицер излагает проблему, то, как он заостряет внимание, мне кажется, очень важно. И я не случайно всегда ссылаюсь на нее в своих лекциях и рассказываю о ней в своей книге «Счастливый ребенок», куда я дописал специальные главы, касающиеся цифрового слабоумия и тех дефектов развития психики, которые формируются у наших детей, если они с самого раннего детства сидят в гаджетах. «Неловкая правда о человеке» — это то, что рассказывает нам выдающийся социальный психолог Филипп Зимбардо. На самом деле сейчас вышло много его книг, и все они по-своему интересны, но вот эту я люблю особенно. Она называется «Эффект Люцифера». В этой книге Зимбардо рассказывает об эксперименте, который сделал его знаменитым. Это знаменитый тюремный эксперимент, когда ребят, студентов заставили играть роли охранников и заключенных, и как в рамках этой симуляции они превратились действительно в жертв и насильников. Как это происходит просто во время игры, потому что в нас включаются определенные социальные механизмы. И в этой книге Филипп Зимбардо честно рассказывает, как он сам попал под влияние своего собственного эксперимента, как он сам стал чувствовать себя охранником, начальником этой тюрьмы, как это изменило его самого и как он с этим справился. Мне кажется, это не только научная, но и очень поучительная книга. Я держу в руках красную таблетку, только это не моя красная таблетка. Красная таблетка, написанная двумя эволюционными психологами, Кевином Симблером и Робином Хэнсоном. Это два замечательных специалиста, которые написали книгу «Слон в голове» и тоже используют метафору красной таблетки. Вообще «Слон в голове» — это идиома английская, elephant in the room. Это проблемы, которые мы не хотим замечать. Эволюционные психологи, понятно, рассказывают о том, как устроена наша жизнь с точки зрения эволюционной психологии, то есть наших биологических каких-то настроек, которые в нас есть. Я не специалист в этой теме. Мне показалось очень важно, чтобы в серии «Академии смысла» появилась книга, которая рассказывает о том, как мы живем с точки зрения нас как биологических существ. И здесь и искусство, и образование, и медицины, и социальные сети, и все на свете с точки зрения того, что за животное живет в нас. Читайте, будет интересно.